Группа «Мираж» и солистки музыкального коллектива Маргарита Суханкина с Натальей Гулькиной были хорошо известны многим поклонникам. Вокальные способности у Маргариты Суханкиной, по мнению большинства фанатов, выдающиеся, на это в свое время обратили внимание преподаватели консерватории и ничего нет удивительного в том, что певицу приняли в Большой театр. На службе в Большом театре Суханкина находилось около 10 лет, после гастрольного тура в Германии о таланте Маргариты писали в немецких средствах массовой информации. Музыкальные критики отмечали, что оперные партии исполнялись певицей блестяще. Для группы «Мираж» Маргарита записывала песни по просьбе друга детства Андрея Летягина, именно он создал музыкальный коллектив. Песни, музыка нас связала. Я больше не прошу, новый герой, исполненный ею в паре с Наташей Гулькиной, сразу завоевали сердце поклонников, часто звучали в музыкальных программах. Дохода от этих записей Маргарита не имела, нафиг. Ах, группы «Мираж», ее имени не было, об этом Летягина просила сама исполнительница. Дело в том, что певицу могло наказать руководство Большого театра и даже уволить. Маргарита записала еще два диска для «Миража», песни в исполнении певицы звучали в записи, а начинающие исполнительницы Ирина Салтыкова, Таня Овсиенко, Наталья Ветлиская пели под фонограмму Суханкиной. В карьере Маргариты были взлеты и падения, певица пережила потерю голоса, неизвестные жестоко избили ее после удачных выступлений и преступления осталось нераскрытым. Группа «Мираж» меняла вокалисток, на смену Натальи Гулькиной пришла Светлана Разина. Затем в составе коллектива осталась одна певица, Маргарита Суханкина. В настоящее время она выступает сольно, исполняет песни «Миража», прошлых лет и новые композиции. В сердечных делах Маргариту Суханкину преследовали неудачи. Первый брак певицы с хорватом Антуром Маруной был счастливым, и по признанию певицы, это была самая большая ее любовь. К сожалению, любовь разрушили гастроли Маргариты, ее постоянное отсутствие дома. Антон Маруна настаивал на том, чтобы Маргарита оставила карьер. О, а она не видела себя в роли домохозяйки. Несмотря на то, что чувство было сильным и взаимным, супруги расстались. Ее следующие отношения были непродолжительными. Распался второй и третий брак певицы. Затем Маргарита объявила о союзе с другом детства Андреем Летягиным, и позже сама призналась, что на самом деле отношений с Андреем у нее не было, был просто договор ради пиара. Личная жизнь певицы не сложилась, потому что в ее судьбе только однажды было искреннее и сильное чувство, а когда первый брак распался, больше настоящей любви не было. А без любви все отношения изначально были обречены на провал, и Маргарита это понимала. Но она не отчаивалась и нашла счастье в материнстве. Певица мечтала усыновить ребенка, и в этом ей помогла известная передача «Пока все дома». Маргарита Суханкина посмотрела передачу и не смогла забыть детишек с трудной судьбой. Рассказ о трехлетней Валерии и четырехлетнем Сереже лишил певицу покоя и сна. Она все сделала быстро и по закону, оформила документы и привезла детей в свой дом. Воспитывать детей Маргарите помогают родители, они всей большой ДР. Ужной семьей живут в подмосковном доме певицы. Сейчас у Сережи и Валерии есть и мама и любящие их дедушка с бабушкой. Маргарита все сделала, чтобы дети были счастливы. Дети ежедневно занимаются музыкой с преподавателем. Валерия увлечена танцами и художественной гимнастикой, и счастливая мама рада, что у девочки есть способности. Сережа занимался восточными единоборствами, но выяснилось, что у мальчика проблемы с сердцем, и он занимается спортом только на велотренажере, на беговой дорожке. Маргарита, строгая мать, приучает детей к дисциплине, к ответственности за свои поступки, но она против любых наказаний. По мнению Суханкиной, наказания только запугивают детей, а они должны усвоить, что лучший их друг – это мамы и не боятся. Сейчас Сергею 12 лет, а Лере – 11. Для родителей в любой семье это непростое время, сложный возраст. Маргарита признается, с Сережей переживает и его драки со сверстниками, порванную одежду, но относится к этому философски, идет. Взросление сына. Она выбрала этот путь и не свернет с него. Мама – это на всю оставшуюся жизнь. Это билет в один конец. Это не магазин с бракованными товарами, говорит Маргарита. Как вы относитесь к творчеству Маргариты Суханкиной? Верите ли вы, что она сумеет воспитать достойно своих детей? Можно ли сочетать карьеру певицы и воспитание детей, как вы считаете? Большое спасибо, уважаемые читатели, за внимание к статье. Комментарии и лайки весьма приветствуются.